приветствую вас дорогие зрители в очередном выпуске ньюс блока крипто на канале крипто комманс мы с вами наблюдаем очень позитивную неделю для всего крипто мира а самой горячей и наиболее обсуждаемой темой является конечно же вот эти ваши вот и тиф но не просто так а более того совершенно заслуженно ведь пока не произошло внезапное событие черного лебедя которая в крипто мире более чем возможно шлюз для огромного капитала и стройт фай работает на отличненько более того уже и в самих и тиф начинаются фундаментальные изменения сигнализирующие о том что пошла жара но хватит закуски переходим к основному блюду и так сегодня в выпуске ванок идет ва-банк обнуляя комиссию своего и тиф голиаф опомнился grayscale занялась проблемой огромных комиссий пошла жара coin shares вступает в гонку через покупку волкири и тиф что будет с биткоином к концу года рассказывает генеральный директор сэван арсиси глобал на bloomberg тв юбисофт присоединяется к крипто лихорадки и завершить наш сегодняшний выпуск обзор рынка скрипта с арусом оставайтесь с нами и так сильное снижение комиссии принесло биткоин и тиф ванок 119 миллионов долларов ванок биткоин и тиф в понедельник получил беспрецедентный дневной приток этот рост произошел сразу после того как управляющий активами объявил о смелом решении отказаться от комиссии за управление установив ее в ноль процентов на целый год ожидается что снижение по сравнению с предыдущей ставкой в 0 2 процента будет действовать до 31 марта 2025 года или до тех пор пока биткоины тиф не достигнет полтора миллиарда долларов активов под управлением стоит заметить что ванок биткоин и тиф является шестым по размеру спотовым bitcoin и тиф в управление которого в настоящий момент находится 6000 биткоинов таким образом этот дневной приток составил практически четверть всего объема который находился в компании до этого но самое важное в этой новости конечно же скрыта между строк еще до того момента как сек зажгла зеленый свет bitcoin и тиф в наших выпусках мы поднимали тему а ожидающейся конкуренции между фондами но ванок не просто сократил свою комиссию чтобы сделать предложение своего фонда более конкурентоспособным он ее буквально выставил в ноль да здесь важно заметить что речь идет только про часть комиссии то есть за вознаграждение самой ванок не считая торговую которую по идее включаются все себестоимостные затраты но в любом случае управляющий активами по сути готов торговать абсолютно в ноль для себя главное чтобы откусить долю от этого вкусного и очень быстро растущего пирога и результат не заставил себя ждать таким образом данное действие лишь подтверждает гигантский интерес управляющих компаний в данных фондах если ты дорогой зритель думаешь что это не так то у меня для тебя есть очень весомый аргумент в отношении компании грейскейл точнее ее bitcoin и тиф о котором я расскажу чуть позже в данном выпуске переходим к блоку с интервью и в первом невероятная новость от гиганта грейскейл точнее о его планах чего получен грейскейл по сути запускает дубнирующий продукт что уж это довольно стандартная точнее нестандартная они беспрецедентная ситуация например инвеску из street также запускают более дешевые клоны своих успешных и теф с меньшими комиссиями так что gbtc был запущен а если будет запущен btc тикер на мой взгляд довольно милый будет уместно называться great scale bitcoin mini trust и хоть сейчас комиссии неизвестны знакомы с историей люди говорят что они будут определенно меньше и как мы сейчас с вами наблюдаем многие инвесторы вливающие свои деньги в эти деф ищут меньших комиссий которые в среднем сейчас составляют 30 баррисных пунктов а у грейскейл сейчас 150 вот почему 11 миллиардов долларов у них утекло по многим причинам что ставят их на второе место по анти рекорду из зарегистрированных 3400 тф что ж а почему просто не взять и не занизить комиссии на gbtc приведя их в большее соответствие с конкурентами и вероятно остановить этот отток сложности например если вы посмотрите на 250 миллиардов тикеры реки на nasdaq которых находятся многие институционалы то помните что gbtc изначально был трастом перед тем как стать и тф так что только представьте сколько всего вокруг этого вращается но дело вот в чем если все срастется то держатели имеющиеся gbtc автоматически станут держателями битиси без каких-либо финансовых и налоговых обременений и это хорошая новость но поживем увидим и будет круто если получится ведь у нас будет 12 под биткоин и тф что станет рекордным после рекорда 11 эта история буквально подливает масло в разгорающиеся пламя конкуренция spot bitcoin и тф чрезмерная самоуверенность грейскейл конечно сыграла с ними злую шутку но пересмотрев ситуацию они начинают движение по параллельной дороге по которой ванок уже отважно шагает но на минуточку грейскейл и ванок это как голиаф и давид и хоть исход библейской истории нам хорошо известен битва этих выдающихся игроков все-таки будет интересной и как всегда дорогой зритель мы в наших выпусках и говорим что здоровая конкуренция идет только на пользу покупателю данный случай не становится исключением в общем время все расставит на свои места а пока мы движемся дальше реальная жара turbo ускоритель для и тф и инновации в рынке сша буквально передел еще только зарождающегося рынка spot bitcoin и тф подробнее в интервью на блумберг тв генерального директора coin shares coin share сообщила о завершении поглощение бизнеса овал кири и тф с активами в 530 миллионов долларов включая spot bitcoin и тф пожалуй многие люди вокруг задаются вопросом а что это для них значит мы начали свое путешествие 10 лет назад запустив первое в европе крипто и tp мы были первыми кто запустил в европе bitcoin spot а вот теперь 10 лет спустя black rock и fidelity делают то же самое в сша что для нас означает две вещи во первых как мы будем расширять свое присутствие и создавать глобальную франшизу в сша то есть за пределами европы и во вторых как мы можем начать формировать адресный рынок который который в сша значительно больше американский тиф рынок больше европейского в 15 раз поэтому для нас это экстраординарная возможность для роста нашего бизнеса начавшегося 10 лет назад как вы будете конкурировать против крупных ребят таких как black rock и fidelity grayscale ну то есть с точки зрения этих и тф которые вы сейчас упоминаете они выглядят довольно малыми в сравнении с остальными 11 игроками тф да вы абсолютно право прежде всего я думаю что bitcoin spot и тф соединенных штатах стала превращенной в товар вещью а конь шер и лидер в европе и если мы станем глобальным игроком то это сделает нас четвертым по размеру мировым лидером по управлению цифровых активов уже не первым в европе из-за таких игроков как black rock fidelity и лидера грэй скейл и вопрос в том примем ли мы этот вызов вступив в игру и начав догонять ведь для нас это идеальная позиция нам нравится бросать вызов ведь в этой ситуации наше мышление наши идеи становятся критически важными но то как мы будем конкурировать очень просто мы будем делать не те же самые вещи что делают остальные мы это делали десять лет назад в европе так что не будем повторять в сша для нас просто важно иметь эти вещи в рынке сша но также у нас есть и другие продукты есть другой те в которой называется wg my отличный тикер да это и тф по майнингу биткоина это был лучший результативный те в двадцать третьем году это фантастический продукт а на прошлой неделе мы запустили bitcoin и тф с двойным плечом так что идея такая да эти крупные ребята могут делать так сказать олдскульные продукты которые мы делали 10 лет назад а мы продолжаем расти и в сша мы хотим принести инновацию мы хотим сделать что-то другое сделать ноу-хау для хедж фондов и я бы сказал турбину для обертки те в которой сейчас есть в сша вот это поворот еще даже не началась реальная битва за долю рынка spot bitcoin и тф а уже европейские игроки серьезно заявляют о себе но не уходя в долгие рассуждения и глубокие дебри скажу лишь что не зря мы в наших выпусках дорогой зритель говорили тебе о важности spot bitcoin и тф но зачем опираться только лишь на мое мнение давай дорогой зритель послушай мнение генерального директора и сооснователя 7rcc global что она думает о том как spot bitcoin и тф повлияют на цену биткоина и не когда-либо а уже в этом году 200 тысяч долларов к концу этого года несколько месяцев назад это звучало бы совершенно безумно но что ты считаешь катализатором который может поднять биткоин так далеко да последний раз когда я была у вас в гостях целью я называла 100 тысяч долларов но в настоящий момент мы пересмотрели в компанию к концу года на 200 тысяч большой катализатор этого одобрения spot bitcoin и тф это глобальное событие которое не только открыла двери гораздо более широкому распространению крипто активов в сша но также и глобально сместила нарратив за последний месяц я была в пяти шести разных странах и разговоры с инвесторами изменились в огромной степени вчера мы стали свидетелями как соединенное королевство вчера открыла двери для крипто и тн 10 компаний подали заявление на spot bitcoin и те в гонконге один спустя и те одобрили в сша так что мы продолжаем считать что 40 50 миллиардов долларов будут привлечены за этот год в сша это более чем реалистичное ожидание и этот спрос который не ограничивается лишь спросом в сша а также халлинг который нас ждет уже буквально за углом увеличит давление на цену биткоина невероятно что на мой взгляд нам только лишь предстоит увидеть ралли должна тебя спросить откуда ты знаешь что событий халлинга не было включено в цену биткоина уже что ж если мы просто посмотрим на соотношение спроса предложения когда сейчас майнера производят примерно сколько 900 биткоина в день а в середине апреля это количество уменьшится до 450 биткоина в день а мы с вами наблюдаем сейчас около 9 10 тысяч биткоинов в день в мире спроса так что даже если сейчас люди уже включили это в цену я думаю что только лишь точки зрения спроса предложения у нас с вами определенно образуется это дополнительное давление на цену что ж добавить здесь нечего только лишь одно что она абсолютно права юбисофт стал валидатором блокчейна xp и лай что в этом такого подумаешь ты дорогой зритель а вот что игровой сектор блокчейна начинает набирать обороты юбисофт создатель таких популярных игровых франшиз как assassin's creed и far cry присоединился к блокчейну xp и л и в качестве валидатора xp и л и это блокчейн первого уровня с открытым исходным кодом на базе tender mint разработаны для содействия перехода от игр веб 2 к играм в 3 но важно здесь не само партнерство главное это сам прецедент того что действительно крупная игровая индустрия начинает поворачиваться в сторону блокчейна это событие как ничто другое подчеркивает все сильнее и сильнее развивающуюся крипто лихорадку здесь есть один маленький нюанс возможно даже сам термин крипто лихорадка не совсем уместен ведь чисто гипотетически если годы спустя блокчейн станет неотъемлемой частью нашей жизни такие вещи как и tf игровая индустрия в крипто покажутся совершенной обыденностью не веришь а вот ты возьми и вспомни что происходило когда биткойн достигал первого исторического максимума в 19000 долларов тогда казалось это абсолютно недосягаемая вершина но уже спустя три года и и настолько легко перепрыгнули что сейчас даже закупка на этой вершине кажется огромной возможностью да здесь можно очень долго спорить о сокращающихся прибыли взрослении рынка но суть не в этом глядя на историю ты смотришь и улыбаешься понимая как же все тогда было по-детски в общем это все лирика и не финансовый совет и завершает наш сегодняшний выпуск обзор ситуации на рынке вместе с джоржем танком более известным как крипто зарос джорж микрофон твой а знаете что посмотрите кто продал сегодня и так у нас есть 1100 почти 1200 биткоинов сегодня продано у тех у кого было от нуля до 1 адреса у которых было от 1 до 10 биткоинов также продали 3500 адреса 10 до 100 биткоинов продали тысячу 100 биткоинов но догадайтесь кто их купил вы только догадайтесь кто их скупает адреса у которых от 100 биткоинов ясно по сути они сегодня показали приток но посмотрите что история на протяжении последних 30 дней оставалась неизменной вы только посмотрите сколько продали розничные инвесторы и сколько купили большие киты буквально как часы вот почему эти ребята так делают да потому что это работает и каким-то образом убеждает розничных инвесторов продавать но те ребята которые меня смотрят вы знаете что это неправильные для действия вещи мы должны научить этих ребят чтобы покупать низы а продавать верха а не покупать верха и продавать низы это не то как зарабатываются деньги так что парни будьте осторожны с этими ребятами можно спорить что они самые умные и яркие в крипто пространстве и они вынудят вас продавать продавать им ваши жизненные сбережения ведь они хотят накопить как можно больше так что не делайте не ведитесь на этот фад ведь у нас так много хорошего прямо сейчас происходит включая это coinbase только что сообщила что они предлагают 1 миллиард долларов конвертируемых средств знаете на основании чьи идеи они это придумали майкла сэйлора а майкл сэйлор продал сколько 800 миллионов долларов 600 или 800 миллионов долларов конвертируемых средств и знаете что он сделал купил целую пачку биткоинов как вы думаете что с ними сделает coinbase также купит целый чемодан биткоинов понимаете именно это и произойдет майкл сэйлор запустил тренд на которой обращают внимание другие люди ведь это очень простой способ поднять кучу денег заплатив очень маленький процент ведь эти средства также являются не залоговыми что значит если вдруг они каким-то образом потерпит дефолт или произойдет что-то что обнулить bitcoin или произойдет что-то с активами поэтому это очень хорошая возможность для загрузки биткоинами это именно то что и делает coinbase джордж спасибо за обзор я абсолютно согласен с твоими доводами единственное что хочу добавить так это то что даже на фоне абсолютно позитивных ярких новостей необходимо обращать внимание и на негативное которое может вдруг внезапно выстрелить события черного лебедя никто не отменял а в мире крипто это происходит постоянно а для этого дорогой зритель просто оставайся рядом с нами с каналом крипто комманс который изо всех сил старается делать самые полезные качественные а главное нужный контент по миру крипто как ты уже прекрасно знаешь мы очень ценим и любим тебя и если это взаимно не забудь поставить лайк под видео подписаться на канал нажать на колокольчик и оставить свои бесценные комментарии который мы обязательно прочитаем и на него отреагируем на этом у меня все я желаю тебе отличного вечера прекрасного трейдинга и до встречи в следующем выпуске